Пётр Протасевич Протасюк был призван на фронт в 1944 году, в самый разгар боевых действий Великой Отечественной войны уже в Европе. Юный солдат стал участником Веслоударской операции, которая характеризуется своим стремительным наступлением. Был тяжело ранен, его родным пришла похоронка, но он выжил и дошёл до Берлина. У него, кроме ордена Великой Отечественной войны, у него ещё две медали за храбрость. Очень милый, добрый, очень порядочный человек. Он мало говорит, если говорит, то это по существу. В его трудовой книжке всего две записи. Он проработал много лет на железной дороге и также много... В принципе, трудовая деятельность разделена почти на две части. Это железная дорога и обувная фабрика. Возраст делает своё дело. Правда, наши ветераны никогда не жалуются, никогда не плачутся. Когда спрашиваешь, как вы себя чувствуете, они говорят, согласно возрасту, нормально. 76 лет мы живём под мирным небом. Благодаря таким, как Пётр Протасевич. 76 лет. Счастье, друг, мой днём рождения! Поздравляем всех тебя, друзья! С морю счастья, радости, мгновенья! Чествовать заслуженного ветерана пришло много людей. Представители администрации города, общественных объединений и артисты. Со словами благодарности и поздравлениями обратились они к заслуженному ветерану, герою войны и просто прекрасному и светлому человеку. Мы награждаем вас высшей наградой города, почётной грамотой Брестского городского совета депутатов за активную гражданскую позицию, нравственно-патриотическое воспитание нашей молодёжи. Я хочу вручить вам эту заслуженную награду. Спасибо вам большое! Выразить свою благодарность и поздравить юбиляра приехала и творческая группа артистов Народного ансамбля «Брещанка», чьи песни, такие знакомые и душевные, вернули ветеранов дни молодости и тронули до слёз. Просто нет слов, как всё хорошо, как всё здорово. Ну а папа что? Он просто не говорун у нас. Поэтому то же самое, наверное, аж слёзы на глазах. Мы и танцевали, и пели. Просто ну очень хорошо, замечательно. Все пришли, все поздравили, уважили, не забыли. Очень радостно. Очень радостно и приятно. Я очень благодарна, что устроили такой нам праздник. Папе праздник. Очень благодарна. Просыпается чувство гордости за нашу жизнь. Чувство гордости за наших людей, которые по этой жизни творили добро, завоевали победу, строили эту жизнь, чтобы она была современная, хорошая, удобная для нынешней молодёжи. И мы в долгу перед этим поколением, перед ветеранами войны за то, что они завоевали победу и сделали всё, что мы имеем сейчас в этой жизни. Низкий им поклон. Его счастье и главная опора – это дети. А у Петра Протасевича три дочери, четверо внуков и восемь правнуков. Конечно, у нашего юбиляра большая дружная семья, но всё равно есть какая-то груз по прожитым годам и ушедшей юности. Радость и грусть, что уже старый. Делюсь на молодёжь. Душа рвётся. Я горжусь о своём. Дети у меня хорошие. Ветераны. С каждым годом их всё меньше и меньше. И мы понимаем, что с такими необыкновенными, мужественными людьми, фронтовиками, патриотами, труженьками, безвозвратно уходит целая эпоха. А потому каждый прожитый день, каждое слово и каждый памятный кадр – уникальные моменты, когда всё пока ещё можно услышать вживую. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.